Следствие теоремы Безу для z по pz от x. А и в скобках и для q от x, r от x, p от x любого. Итак, для многочленов с коэффициентами в каких бы то ни было полях можно продолжить утверждение. Если а не равно b два различных корня. Корня многочлена f от x с коэффициентами в некотором поле p. То f от x делится на произведение x минус a умножить на x минус b. Вот так вот. И здесь, безусловно, будет участвовать в доказательстве свойства, что... Ну, чем отличаются вот так вот те поля, которые мы уже знаем от колец? Тем, что нет делителей нуля. Вот это мы и будем использовать. Доказательства. Ну, по теореме Безу, согласно теореме Безу, по теореме Безу, f от x нацело делится на x минус a, так как а это корень. Подставляем под гром литавров, подставляем x равно b в это равенство. Что видим? f от b, который ноль, равен b минус a умножить на g от b. Вот. Так как b минус a не равно нулю по условию, то... Снова напоминаю, p поля нет делителей нуля. То же от b равно нулю. Видите, где разница? Посмотрите внимательно. Если мы с x квадрат минус 1 произведем это нечто, да? Давайте вот это проделаем, потому что важно понимать, где наступает такая критическая разница ситуаций. Давайте сделаем врезка про z по 8z от x. x квадрат минус 1 действительно равен x минус 1 умножить на x минус 7. но подставляя x равно 3 имеем, что же мы имеем? 0 равно 3 квадрат минус 1 равно 3 минус 1 умножить на 3 минус 7 равно 2х4. 2х4 равно 0. Но ни 2, ни 4 не равно 0. Все. Видите, где не прошло. Вот и тройка не является корнем ни многочлена x минус 1, ни многочлена x минус 7. Но она является корнем их произведения. Именно из-за того, что есть делитель 0. А в поле такого быть не может. Поэтому, так как b минус a не равно 0, то обязательно второй множитель равен 0 g от b. Вот. Все. Врезка закончена. Ну а если врезка закончена, то отсюда следует, что f от x, да, раз b корень g от x, да, раз b корень g, то g от x равно x минус b умножить на h от x. Но тогда f от x, которое было равно x минус a умножить на g от x, уже теперь в свою очередь равно x минус a умножить на, подставляем сюда, x минус b, но h от x. Утверждение доказано. Вот это важнейшее следствие, которое будет нам давать в дальнейшем материал для различных изысканий. Вот. Ну а, значит, пока мы что сделаем? Пока мы просто сформулируем целый ряд утверждений, который верен для многочленов в поле. Итак, суммируем все утверждения, которые были. Итак, итоги. Итоги для p от x, где p – поле. Первое утверждение. Первое утверждение – это правило степени. для любых f и g из p от x, как мы доказали, верно, что dg fg равно dg f плюс dg g, потому что старшие коэффициенты произведения не дают 0. Но тут не нулевых, конечно, надо написать где-нибудь здесь, что они оба не нулевые, потому что про 0 мы не знаем, что такое степень нуля. Так, отлично. Следствие из 1, что для любого a из поля p, вообще любого, нулевого, не нулевого, многочлен x – a простой. Ибо ему просто некуда деваться, ему не на что делиться. Он не может делиться на многочлены более старшей степени, но и на многочлены той же степени он не может делиться, потому что, очевидным образом, если поделить, должна быть константа. Ну, константы у нас все обратимые, да, не нулевая константа, это мы, значит, не считаем содержательным делителем. Дальше. Для любого многочлена f из p от x, но я иногда указываю вот эту скобочку с x, иногда, видите, не указываю даже. Я в дальнейшем не буду указывать часто. Для любого многочлена f и любого набора a, b и так далее, c, его различных корней f от x делится на произведение x-a на x-b и так далее на x-c. Ну, это индукции, это выводится индукцией из того, что на 2 делится. Ну, дальше как бы просто так же, можно индукции, можно так же просто рассуждая, выделим тут h от x, h имеет корень c, потому что нет делителями нуля и так далее. В общем, мы придем к тому, что если есть набор различных корней, то есть делимость на полное произведение. Ну, заметим, что из этого еще кое-что следует, 4, как следствие различных корней меньше или равно n. Ну, потому что просто иначе мы получим, что f от x степени будет больше, чем n, да, мы разделили его, ну, как бы выделение каждого множителя снижает ровно на единицу степень. Понятно, что когда вы выделили n таких скобок, то степень стала просто нулевой, то есть это стала константой, у которой никаких корней, понятно, быть не может. Константа равна, кстати. Ну да, не нулевая константа, старший член при x вене. Вот, значит, как следствие различные корни меньше или равно n, а, и, а также важное 4а. 4а. 4а это вот какое утверждение. Если f приведенный и у него дег f различных корней, то f от x просто равен их произведению. x минус x1 умножить на x минус x2 и так далее на x минус xn. Где, соответственно, n равно дег, f, x1, x2 и так далее, xn, все корни. Ну, все, ну, все, ну, потому что больше их быть не может, как мы знаем, различные корни. Вот, вот такой набор утверждений про p от x, про множество всех многочленов с коэффициентами в полях. Ну, и давайте я пятую, которую мы еще не доказали. Верна от а. Причем, помните, в какой классной форме. В той форме, что любой приведенный многочлен является однозначным произведением простых непроводимых с точки только до порядка множителей. Пока не доказано. А остальные все доказаны. То есть, вот все эти свойства мы для любых полей выяснили. Фактически все эти свойства являются следствиями отсутствия делителей нуля и все. Вот, но вот эта техника многочленов, она нам, ух, как поможет, просто супер поможет при решении всех наших или многих из наших сформулированных задач. Ура!